Библиотека номер 7 посёлка Маймаксанского лесного порта предлагает вашему вниманию рассказ об участнике исторического парада Победы 1945 года Бедрине Алексею Петровича. Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года, в котором участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной Армии и военно-морского флота, стал мощной финальной точкой в войне нашей страны против нацистской Германии. Участников парада тщательно отбирали. В первую очередь брали рослых молодых военнослужащих с военными наградами за проявленную в боях отвагу. В числе тех, кто прошёл по Красной площади 24 июня, был и наш земляк Алексей Петрович Бедрин. Алексей Петрович родился в деревне Кулой Пинежского района Архангельской области 25 февраля 1910 года в многодетной семье Петра и Марии Бедриных. В 29-м году семья переехала на остров Бревенник. Алексей закончил школу фабрично-заводского обучения и работал столяром-плотником в столярных мастерских. Он умел всё – от скворечника и тубаретки до постройки дома. После смерти родителей забота о младших братьях и сёстрах легла на его плечи. Потом женился, родились сын и дочь. Алексей Петрович стремился воспитать их, поставить на ноги. Но в 1939 году начались боевые действия на Карело-финской границе. И Алексей Петрович был призван в действующую армию. Когда началась Великая Отечественная война, Алексей Петрович вновь защищал родину от врага. Воевал на Карельском фронте в 289-й стрелковой дивизии. В 1942 году старшина Бетрин был назначен командиром взвода в роту лейтенанта Маркова. Утром 7 января 1942 года во время атаки тяжело ранен командир роты. И Алексей Бетрин взял командование на себя. Враг упорно сопротивлялся, а рота не могла продвинуться вперёд. И тогда со взводом автоматчиков старшина Бетрин совершает хитрые манёвры. Взвод далеко от главного направления атаки устроил такой шум, что противник принял это за огромное наступление, перебросив сюда часть сил. Бетрин учился воевать и учился побеждать. Но вражеское пуля не обошла и его стороной. 25 февраля 1942 года старшина Бетрин проверял оборону роты. Снайперская разрывная пуля на 4 месяца вывела его из строя. Это был день его рождения. После лечения в госпитале он снова в своём полку. Летом 1942 года состоялся бой за важную высоту, которая постоянно переходила из рук в руки. Накопленный опыт подсказывал Алексею Бетрину выход. Под покровом темноты бойцы заняли место у подошвы высоты. После артналёта старшина скомандовал вперёд и поднялся в полный рост. Высоту взяли без потерь. Спустя некоторое время храбрый воин из рук члена военного совета фронта Куприянова получил орден Красной Звезды за проявленные мужество и отвагу. А утром следующего дня он упал на мох, сражённый тринадцатью осколками. Желание жить велико у солдата. Победив смерть, Алексей Бедрин снова в строю и вновь на передовой и новое задание. Диверсионные группы фашистов нападали на медсанбаты, просачивались в тыл. Роте Бедрина предстояло уничтожить группу диверсантов. Навьючив миномёты, становые пулемёты на лошадей, они обходным путём совершили марш. Расположились посреди болота. На единственную тропку Бедрин набросал сухих веток. И вот фашисты возвращались ночью. И вскоре треск сухих сучьев известил боевое охранение о тревоге. Жаркий, короткий бой. И с противником всё покончено. За успешно проведённую операцию всех бойцов похвалил командир полка. А Алексею Бедрину вручил два ордена. Боевого красного знамени за прежние бои. И орден Александра Невского за последнюю операцию. 9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. И в конце месяца группа из 50 человек, в составе которой был Алексей Петрович Бедрин, выехала из Архангельска в пункт, где находился штаб Карельского фронта. И формировался сводный полк. Их ждала Москва. И вот наступило 24 июня 1945 года. Под проливным дождём на Красной площади парадные колонны выстроили в том порядке, в котором располагались боевые фронты на карте Советского Союза. В первой стояла колонна с самого северного Карельского фронта. Алексей Петрович шёл вторым в первом ряду. Стекавшая вода застилала глаза, но необходимо было чеканить чётко и ровно шаг. Идти с высоко поднятым подбородком. Сквозь дождь Алексей Бедрин глядел на трибуну Вавзолея и видел самого Сталина. После войны Алексей Петрович работал мастером производственного обучения школы ФЗО номер 5, а потом командиром вневедомственной охраны в Маймаксанском лесном порту. Восглавлял Совет ветеранов и часто открывал торжественный митинг 9 мая и шёл впереди колонны ветеранов. А в 2010 году уже правнук Алексея Петровича, Дмитрий, участвовал в юбилейном параде победы в Москве. Алексей Петрович Бедрин прожил трудную, но достойную жизнь. Память о нём живёт в сердцах его близких и родных людей. Его помнят и чтят земляки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...